К новостям в мире. Скандал продолжает разгораться вокруг бывшего президента США Дональда Трампа. Накануне экс-главе Белого дома предъявлены обвинения по 34 пунктам. Американские СМИ посчитали, если его признают виновным, Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы. Сам бывший президент себя виновным не считает. Он уверен, вся история с судом – политический заказ. А Байден ведет мир к ядерной войне. Подробности у моей коллеги Анары Сюмбаевой. Около здания суда в Нью-Йорке весьма шумно. Трамп прибыл сюда в кортеже из десятка машин и с охраной. Он пробыл в здании суда около двух часов. За это время ему официально предъявили обвинение, которое он, конечно же, не признал. Многочисленные папарацци, а также сторонники и противники экс-президента дежурят здесь уже два дня, как только стало известно, что Трамп прибыл в Нью-Йорк. Из-за риска столкновения полицию перевели на усиленный режим. Я здесь, чтобы поддержать нашего президента. Я также здесь, потому что наша конституция разрушается. И свобода слова, первая поправка. Они медленно отбирают у нас все наши свободы. Это только сделает его сильнее. Он боец. Он еще извлечет из этого максимум выгоды. Нет-нет, это верховенство закона. Речь идет не о политике. Он совершал преступления. Он совершил много преступлений. И это одно из них. После соблюдения всех формальностей, Трамп незамедлительно вылетел во Флориду и уже оттуда сделал несколько заявлений. По его словам, некогда великая страна катится в ад. Кроме того, выдвинутые против него уголовные обвинения Трамп назвал вмешательством выборы. Я никогда не думал, что в Америке может произойти что-то подобное. Единственным преступлением, которое я совершил, была бесстрашная защита нашей страны от тех, кто стремится ее уничтожить. Также он высказал мнение, что под руководством администрации Джона Байдена может быть развязана Третья мировая война. А уход из Афганистана политик назвал самым позорным моментом в истории США. Что касается обвинения в подлоге документов, то Трамп скромно отметил, что он не один такой. Все делали это. Хилари Клинтон избавилась от 33 тысяч электронных писем. И это нормально. Но никто не делал этого так, как Джо Байден. Этот сумасшедший спецпрокурор по имени Джек Смит. Невероятно, но сейчас мы несостоятельная нация. Мы как нация в упадке. А теперь эти радикальные левые сумасшедшие хотят помешать нашим выборам, используя правоохранительные органы. Мы не можем этого допустить. Стоит отметить, Трамп и его сторонники уверены, в основе всего лежит политический заказ. В то же время, экс-президент, похоже, использует этот процесс, чтобы собрать миллионы долларов для своей президентской кампании. Если, конечно же, он не проиграет судебный процесс, который может стартовать в январе 2024 года. Следующее заседание запланировано на 4 декабря нынешнего года. Анна Расимбаева, Astana Times.